про недвижку тоже очень много вопросов здесь вы видите картинку как будет развиваться на северо-запад выставочная да где у нас находится москва-сити и в принципе видно что строительство очень сильно продолжается как минимум на следующий год тренд очень сильно будет поддерживаться при этом у нас мы помним что в развитии россии 2030 у нас две основные линии эти технологии и недвижимость недавно кстати мовчана смотрел и он тоже сказал что недвижимость растет и это нормально то есть все понимают что ставки низкие в принципе кто хотел купить нужно покупать мы приводили пример на прошлом съезде когда вы можете взять потеку за 6 процентов до собрать портфель из надежных корпоративных облигаций там под восемь там восемь с половиной девять процентов вот эта ситуация которая может ну она реально сейчас работает скорее всего по недвижке вообще как у нас проходил первое полугодие понятно что первый квартал у нас второй квартал по идее там провалился онлайн продажи на которых все делали ставку занимал всего 15 процентов и не сильно вытянул рынок сильно было отставание плана застройщики реально давали хорошие скидки даже я там просматривал какие-то варианты определенные никто из регионов к нам не прилетала для покупки собственно рынок недвижки да у нас на мой москва питер и области единицы только некоторые меняли валюту которые сидели в принципе мне и да и там купали китай точечные объекты на второй полугодия соответственно сработала пружина отложенного спроса и рынок сейчас находится на интересное такое словосочетание на ипотечных стероидах и многие застройщики у нас на самом деле уже выполнили план до конца года вот сейчас большой праздничный стол и скорее всего скидок под новый год таких реальных настоящих не будет то есть скорее всего будет там нужно будет читать мелким шрифтом либо какие-то скидки условным квартал который построят там через четыре-четыре там три-четыре года вот но люди пока еще покупают невишку да дорого но здесь давайте вспомним 14 девальвацию 14 года начало 15 года то есть люди там какой-то то есть лак в 6-9 месяцев он еще будет продолжаться плюс набиулина сказал что российский рынок ипотеки имеет потенциал дальнейшего роста я думаю есть плана 2021 год поддерживать ставку ниже четырех процентов ипотека еще доступнее получается еще будет небольшой рост что дальше будет с конца прошлого года это прям такой большой вопрос вот так же не забываем что у нас есть огромное снятие депозитов и будут новые налоги 2021 года и люди прям либо на фондовый рынок либо на недвижку идут это понятно вот сейчас какие есть варианты инвестиций вообще недвижку то есть можно рассмотреть но если вы прям хотите да там в этом часть собственных инвестиций вложить то можно покупать право просто на недвижимость то есть приходите оформляете нас стоит там 25 там 50 75 тысяч вот и затем это право можно просто перепродавать потому что за вами сохраняется цена реально кому нужно там в этом квартале либо в этой районе либо локации купить в принципе можете перепродать там за те же там 200 тысяч 250 вот это реально реальная практика которая сейчас работает понятно что будет в топе загородной недвижимости земля вот все все у нас на изе удаленки коммерческой недвижимости будет проседать то есть раньше где мы с компанией там снимали офис там шестнадцатых семнадцатых восемнадцатых годах соответственно там и так не было там все забито соответственно часто больше все перестраивается под склады под индустриальные и спрос на коммерческую недвижимость очень слабый вот плюс квартиры будут покупать потому что будут сделать ставку на экологию то есть очень здорово работать с видом там на воду да там какие-то там на зелень на лес вот и удаленная система работа она будет этому способствовать на самом деле сейчас зачитаю вам у нас виктор уступал по недвижимости недавно был вебинар я попросил дать скажем так и не по поводу недвижки ну вот вам зачитать соответственно не стоит рассматривать как это никак индивидуально рекомендации но как основной как интересные мысли стоит учесть загородная недвижимость будет расти точнее там не она земля и там где строится мцдм и только со статусом и жрец под строительство домов цены в принципе могут вырасти до 1 миллиона за сотку если про землю мы говорим плюс земли не очень много вот и хайп на загородную недвижимость хороших местах с транспортной доступностью будет всегда вот можно присмотреться в сторону троицкой апрелевки по поводу дольщиков до физических лиц они стали реально выбирать качественные дома в новостройках то есть старый фонд некачественные новостройки находятся под ударом и скорее всего начнут снижаться то есть на самом деле тот хайп который есть понедвижки у кого есть там старый фонд то есть есть смысл его обменять продали да потом купить что-то поновее там новостройки есть такая фишка что в автомобилях вы можете заметить что грубо говоря новая там toyota corolla она по уровню в принципе не хуже чем какая-то там camry там 5-7 лет вот так то же самое происходит и в домах то есть эконом становится ближе к бизнесу комфорт класс старый старого фонда да он больше будет похож на эконом на новый рост цен на недвижимость просто из-за роста рынка не ожидается рост просто будет там где будет именно развитие метро mcd и там где есть нехватка нового жилого фонда то есть например там в некоторых районах где семья недолго долго живут и они хотят оставаться в этом районе если в этом районе строится новые дома то есть они с большей вероятностью будут покупать именно в этой локации вот недавно кстати вышла у нас на фондовый рынок компания застройщика самолет вот и есть такой лайфхак там не покупает землю самолет стоит тоже покупать землю вот эта локация значит скорее всего там будет застройка то есть на цене вырасти то есть у них появилась новая команда новые проекты топовых архитектурных бюро правильной локации про что я сейчас сказал в принципе небольшая цена за метр московская прописка отделка строит лучше чем пик и стоит рассмотреть именно жека кто например хочет купить да или хочет там заработать жека который строит там группы компании самолет вот еще один интересный застройщик компания брусника застройщик провинциальный и этот застройщик сейчас вышел получается в московскую область он там строит в видном строить довольно неплохо качественно то есть там свободных квартир практически нету и после этого он планирует выйти в район 3 транспортного кольца и строится будет рядом с жк символом там где стоит строить сейчас дон строй в и Редактор субтитров А.Семкин